А сможем ли мы сдать норму многоборья ГТО? Я и мой коллега Александр Гаврилов сегодня попробуем сделать это вместе. Саша, ты как, готов? Всегда готов. Погнали. Разминка. Её нам проводит вице-президент Федерации многоборья ГТО Иркутской области Евгений Фёдоров. Так мы готовимся к, казалось бы, лёгкому комплексу упражнений. Для нас это первая попытка. И мы по всем правилам записываем её на камеры телефонов. Это необходимые условия для участия в соревнованиях. На размеченной судьями площадке, где есть весь необходимый инвентарь, мы готовимся к долгожданному старту. И вот включают таймер. Я начал выполнять эти упражнения на скорости, но спустя время понял – лучше действовать в неторопливом темпе. Мы делали упражнения – челночный бег, приседания с гирей, бёрпи и джампинг-джек. Последовательность можно было забыть, выполняя все задания. Благо, рядом с нами были опытные судьи и тренеры. Под конец выполнения упражнений я почувствовал приятную усталость и понял – чаще надо ходить в фитнес-клубы, а не в ночные. А для меня этот вызов поначалу проходил легко, хотя я не берегла силы и выполняла всё быстро. Ведь надо было успеть сделать свой максимум за 4 минуты. Упражнения, которые мы с Сашей выполняли параллельно, казались мне простыми. Но когда время стало подходить к концу, сил стало заметно меньше. Первая часть нормативов ГТО завершилась, и мы приступили ко второй. После минуты отдыха нас ждало последнее задание – на пресс. Нужно было сделать 50 скручиваний на время. И да, мы с этим справились. Результаты для первой попытки у нас оказались довольно неплохие. Это отметил даже президент Федерации многоборья ГТО и судья Виктор Кузьмин. Наверное, нам помог наш боевой настрой и то, что все наши действия снимал наш оператор Артур Рощупкин. Самое главное, говорит тренер, чтобы сдать нормативы, нужно проявить волю и характер. Если рассматривать две наши части, комплекс состоял из двух частей. То есть первая часть – это за 4 минуты выполнить максимальное количество раунда, состоящее из 4 упражнений. И второе – после минуты отдыха – это за минимальное время сделать 50 подъемов туловища из положения лежа на пресс с скручивания. То есть по первой части у нас победителем вышла Дарья. Это я. И по второй части за минимальное время, то есть это у нас Александр. Вместе с нами нормативы сдавали и профессиональные спортсмены. Они соревнуются в категории «продвинутые». В каждом из направлений соревнований упражнения разные. Глядя на опытных спортсменов, мотивация заниматься спортом значительно растет. А формат народных игр ГТО дает возможность всем желающим поучаствовать в них. С 20 января по 5 февраля можно сдать нормативы многоборья ГТО и занести свой результат на сайт Федерации.